Ну что ж, дорогие друзья, всех вас приветствую с вами, как всегда, Антон. И сейчас мы посмотрим бой, от которого расходятся тучи даже в Питере. 28 ноября произойдет битва двух легенд века. Железный Майк Тайсон подерется против Роя Джонса-младшего. Сделай свой выбор на победителя с помощью моих друзей из One X. Ведь кто, как не они, дадут самый крутой коэффициент для тебя? Залетай по ссылке в закрепленном комментарии и забирай свой подарок на твой прогноз. Итак, друзья, уважение проявлено. Теперь мне нужно сделать так, что я не буду принимать участие в этом поединке. Если вы попали на такой контент впервые, то вкратце давайте объясню, что здесь происходит. Я просто делаю бой ботов, ну это типа, знаете, прогноз ботов на предстоящий поединок. Сегодня у нас выступает игра в прогнозе под названием Fight Night Champion. И здесь дерутся легендарные боты, то есть максимальный уровень сложности. Плюс ко всему этому я поставил, что бои будут длиться по две минуты. Да, мы сейчас видим три минуты, но это три минуты игрового времени. Так-то они длятся по две минуты настоящего времени. Ну что, раундов я поставил восемь. Можно было поставить двенадцать, можно было поставить пятнадцать. Но как в реальной жизни, друзья? Восемь раундов. Давайте смотреть. Пишите в комментариях, за кого вы будете болеть в этом поединке. И кто, по вашему мнению, победит. Я даже не знаю, какой, грубо говоря, должен от меня прогноз вылететь с моих мозгов. Я просто не представляю. Потому что, ну, если бы это был бы полноценно настоящий бой по хорошим правилам. Не по таким, которые, ну, выдаются сейчас, да, на этот поединок. То, может быть, я поставил бы на Майка Тайсона. Потому что Майк Тайсон, ну, дичайший нокаутер. И даже в таком возрасте он может помять будку своему противнику. Как мы видим, здесь картина нарисовывается следующим образом. Майк Тайсон отдает очень много сил для того, чтобы нанести максимальный ущерб. Но Рой Джонс справляется. У Роя Джонса очень крутая защита. И думаю, что за 8 раундов он полностью выдохнется. Как мы видим, тактика Роя Джонса. И работать вторым номером делает чаще уклоны для того, чтобы проваливать своего соперника. И потом наносить контратаки. И у него это получается. Ой-ой-ой. Опаснейший боковой. Только что пропустил Джонс. Ну что? Как вам, пацаны? Как вам старенькая игрушка? Я не помню, какого она года. 2011-го вроде бы. Блин, как по мне. Вот я всегда ее включаю. Всегда удивляюсь, как же круто сделана эта игра. Если бы, кстати, эти пацаны дрались бы... Пацаны, да? Ну, а кто они? Пацаны дрались бы, когда они были на пике. То там тоже исход непонятен. Но мне кажется, может быть, даже Тайсон смог бы одолеть Роя. Напишите тоже в комментах. Давайте, знаете, какие комментарии напишем? Напишите вот в этой форме, да? То есть в настоящем времени. И когда они были на пике. Кто, по-вашему, победил бы? Потому что мне очень интересно. Я на самом деле в боксе не сильно шарю. То есть я знаю, кто эти ребята. Но чтобы прямо вот так вот следить, то я еще молод был, когда эти бойцы дрались. Я еще под стол ходил. Поэтому я просто видел какие-то записи боев, какие-то нарезки. Ну и, конечно же, таких имен я типа обязан знать. Такие имена, то есть я обязан знать. Ну что, второй раунд идет, друзья. Майк Тайсон не смог восстановиться. Я думал, что он сможет восстановиться. И стамина будет практически полной. Но, как мы видим, Тайсон из-за того, что очень сильно машет. И машет иногда по воздуху. Он начинает проседать. Рой Джонс вот и делает уклончики. Раз там по корпусу, раз цепанул. Отошел. Видите, степчик назад. Ну вот такие вот удары неплохо заходят. И Рой Джонс может посыпаться. Только что Джонс просто стоял без блока. И троица пропустил свою репу. Майк Тайсон в тяжелой весовой в этой игре. Рой Джонс доступен только в полутяжелой весовой. Но Тайсон очень сильно устал, пацаны. Так, 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 так. Стой, стой, игра. Ты че, прикалываешься? Ой-ой-ой. Рассечение у Майка, друзья. Но у Джонса вроде бы мы не видим. Но у Джонса вроде бы правый глаз тоже немножко подзаплыл. Хороший удар по корпусу. Теперь уже Рой Джонс чувствует, что его соперник немножко закис и начинает его прессинговать. Кстати, в этой игре Тайсон... Да, у Роя тоже немножко потек глаз, как я и говорил, правый. Я заметил, что Майк Тайсон работает здесь первым номером до того, как он устанет. Грубо говоря, где-то половина стамины, когда у него восстановится, он начинает работать вторым номером на контратаках. А Рой Джонс, наверное, наоборот. То есть он подождал и теперь начинает прессинговать. Поехали. Третий раунд. Но пока что очень хороший бой. Не, смотрите, Тайсон восстановился. Не сильно, но восстановился. Тайсон всегда себя подвергает опасности, когда он очень много тратит выносливости. То есть оставляет свою шкалу пустой. И он получает там двухкратный, трехкратный урон. Я думаю, что в этой игре сделано точно так же, ну, по такому же принципу, как и ВВС-3, ВВС-4. Чем меньше у тебя стамины, тем больше по тебе проходит урон. Да, наверное, и так в реальной жизни, ё-моё. Ты же когда уставший, когда же слабенькие удары воспринимаешь, как будто они тяжелые. Блин, у меня в наушниках эта игра почему-то очень громкая. И я начинаю кричать. У меня сейчас утро. 9.30. И я комментирую поединок, как будто он в прямом эфире сейчас идет. И я работаю комментатором. Ну, что сделаешь? Вот такой вот у меня YouTube-канал, который я очень сильно люблю. Спасибо, друзья, кто ставит лайки, поддерживает. Рассказывайте о этой встрече своим друзьям. И давайте продолжать смотреть. Размениваются ударами. Ребята, был клинч. Кстати, клинча очень мало в этом поединке. Очень мало. Но мне кажется, что начиная с шестого раунда, Тайсон будет вязать. И, кстати, как мы видим, это только что могло произойти. Вот, Рой Джонс почувствовал небольшую опасность. Попытался повиснуть на своем противнике. Тайсон сразу его оттолкнул. Ой-ой-ой. Первая Грога, друзья. Тайсон пытается дожать. У Тайсона полная стамина. Вы видели? Я не знаю, как это назвать, но, наверное, это перк. Перк на возможность, так скажем. Второго дыхания в момент Гроги соперника. Тайсон... Ой-ой-ой. Самое главное, чтобы бой не остановили. Блядь, я чуть свою грушу не столкнул, которая сзади моего стула стоит. Рой Джонс очень хорошо восстанавливается, как мы видим. Тайсон не очень. Так, по оценкам судей, ведет Тайсон. 29-28. Хорош! Может сложиться впечатление, что я типа болею за Тайсона. Ни в коем случае, друзья. Я болею за красивый бой. Я надеюсь, что бой закончится досрочно, потому что мне всегда нравятся какие-то нокауты, чем смотреть на решение судей. То есть решение судей и решение судей. Никакой драмы. Но в реальной жизни я желаю этим бойцам без драм. Ой-ой-ой. Боковой пропускает Рой Джонс. И сейчас он пытается пятиться назад. Майк Тайсон уже не получил возможность второго дыхания. То есть у него не было полной стамины. А может быть я и не заметил. Теперь Рой Джонс понимает, что Тайсон устал. Начинает его зажимать. Попытка взять в клинч, не знает для чего. Рой Джонс опять тратит свою выносливость. И может пропустить какое-нибудь опасное боковое Тайсона. Но он этого не боится. Но все-таки профессионал. Хули с него взять. Я даже устал комментировать, отвечаю. В таком темпе именно. Я потому что кричу, меня этот, ну, наушники глушат. И ты всегда хочешь себя слышать. Знаете, не прикольно, когда ты разговариваешь, и ты сам себя не слышишь. Почему вот когда ты, например, слушаешь музыку и пытаешься говорить, да, или что-то сказать человеку, то всегда это говоришь громко. Потому что ты на подсознании пытаешься себя услышать. Неприятный удар в корпус пропустил Рой Джонс. Опять у Майка Тайсона открывается второе дыхание. Но у него не получается подобрать, понимаете, хорошую дистанцию для того, чтобы как-то дожать своего противника. Вот если бы здесь он нанес бы ему Грогу, то Рой Джонсу уже некуда было пойти. Он был бы зажат в углу. Ну, Рой Джонс стал китайцем. Майка Тайсона нам не показали. Давайте смотреть, что же будет в пятом раунде. Хорош! Вот видите, Тайсон вроде бы уставал сильнее, чем Рой Джонс. Но мне кажется, что вот эти вот удары по корпусу, они очень хорошо уравняли шансы по выносливости Тайсона. Смотрим, смотрим, пацаны, с вашего позволения немножечко я прикрою свою баню. Прямой только что пропустил Рой Джонс, пятится назад. Давай-давай-давай-давай, пацаны. Сейчас самое время друг друга нокаутировать. Я не знаю, есть ли в этой игре обоюдный нокаут. Кстати, никогда не задавался вопросом. Было бы на самом деле очень интересно. Если бы они друг друга, прикиньте, вырубили. Но такого, мне кажется, что невозможно в этой игре. Вот здесь Майк Тайсон обязан потрясти сопа, и тогда ему будет очень тяжело. Рой Джонс показывает элитную защиту. Но не элитную, так скажем, точку. Или местонахождение в октагоне. Потому что он не должен стоять возле угла. Ой-ой-ой, вот она! Вот она, о чем я говорил. И сейчас у нас первый нокдаун. Майк Тайсон поднимает руку, как будто он уже победитель. Очень жестко, он прошелся по ребрам. Смотрим, смотрим, сможет ли подняться Рой Джонс. Без проблем, без проблем этот солдат поднимается, и бой уходит в шестой раунд. Шестой раунд, друзья. Я думаю, что если бы было 12 раундов, то бойцы 100% не закончили бы решением судей. Но мне кажется, Тайсон по решению выигрывает. Потому что и нокдаун был, и игроки, наверное, считаются как значимое событие в раунде. Но мне кажется, что Рою Джонсу не хватает немножко мощи. Блядь, какой же апперкот пропускает Рою Джонс. Присаживается он на свою пятую точку и пытается вспомнить пароль от своего мозга для того, чтобы продолжить этот поединок. Посмотрите, он сразу начинает подниматься. Ну а здесь он как будто лежит. 5, 6, 7, 8, 9. Ой-ой-ой, друзья, это конец. И не забывайте, что по моему промокоду BALLMMA при регистрации вы получаете до 100 баксов на свое первое пополнение. Используй ссылку в закрепленном комментарии или QR-код для того, чтобы увеличить шансы на твой прогноз. Ну что, друзья, вот такой вот получился бой, как мне кажется. Да, 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 Тайсон ввел решение. Ну мне больше прокомментировать нечего. Я, по сути, все, что думал, говорил в поединке. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Как обычно, я хочу пожелать вам и вашей семье крепчайшего здоровья. С вами был Антон. Всем всего хорошего и до скорых встреч.